Я пену на самом деле не очень люблю, когда много пены. Ой, я забыла воду налить, господи. Деньке прищемила губу змейкой. День, что там по цене? Ценник нормальный? Это просто, это залипалово огромное. Огромное! А что я? Давай ты. Не понял. День, как тебе там? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и мы начинаем с вами влог. На самом деле я начинаю влог тогда, когда у меня, знаете, уже переизбыток. Мне что-то хочется вам рассказать или чем-то поделиться. Например, мне очень хочется поделиться нашей воспитательницей в садике. Вот как она каждый день, честно говоря, даже нет у нее цели, я думаю, такое. Ну просто вот таким, что вот есть такие люди, хочу прямо рассказать подробнее о ней. Но перед этим я бы хотела вам, знаете что, порекомендовать одну вещь, которую я использую. И мне кажется, она может быть для некоторых очень даже полезной. А вообще она может быть полезна для всех. Я ее использую и мне очень нравится. Это вот такой вот ирригатор. Я вам когда-то его уже показывала. Сейчас хочу немного рассказать подробнее о нем. Для чего он и как я его использую. Пришел он мне вот в такой коробочке. В комплект входит инструкция, сам ирригатор, зарядка и четыре разные насадочки. Кстати, у кого брейкеты, вообще здесь есть специальные насадки для чистки брейкетов. Я понимаю, что брейкеты очень тяжело чистить. И вот это, мне кажется, вообще незаменимая вещь для чистки брейкетов. Ну а вот и сам ирригатор. Сюда заливается водичка, либо ополаскиватель. И с помощью него мы очищаем наши зубки. Так, смотрите, он выглядит. Вот такой вот ирригатор. Это на самом деле уникальная вещь и очень полезная для зубок, которая вычистит вам полость рта таким образом, как, например, не справиться с этим щетка, либо нитка. Принцип его действия. Сюда заливается вода или ополаскиватель. Здесь идет микропузырьковая технология. Вы нажимаете «включить» и здесь идет такой активный поток струи. Здесь, кстати, есть три режима. Мягкий поток струи, средний и более сильный. То есть под свои зубки, под свои десны вы выбираете сами. И прямо, знаете, я когда первый раз увидела этот ирригатор, думаю, ну как он работает, представить себе не могу, если честно. Но когда попробовала, я ощутила все это. То есть реально этой струей воды он просто залазит туда и выбивает прям все вообще остаточки пищи, которые только могли остаться. Вот, допустим, вы почистили там зубной щеткой, прошли с ниткой, и потом просто ирригатором, а еще если здесь ополаскиватель какой-то, то вообще супер. Вы вообще защитили ваши зубы и все там вымыли окончательно. То есть это, конечно, не заменяет щетку и нитку, но дополняет очень хорошо. То есть это такой комплексный, для комплексного ухода за зубами, кто заботится, чтобы не было запаха лишнего изо рта, чтобы прям все-все вычистить, я рекомендую вот такую вещь. Мне она очень нравится. У меня был момент, когда у меня вообще не было нитки с собой, и я прям там поела мясо или что-то, я не помню. Я прям мучилась, а нитки нет, и так нужно было. Я думаю, дай попробую ирригатор вместо нитки даже использовать. Как он мне помог, у меня прям не чувствовала свободу от пищи, когда зубы, знаете, стискивает иногда. У меня был ирригатор, в который нельзя заливать жидкость для полоскания. Вот в этот ирригатор заливать жидкость можно. Можно использовать как воду, так и специальный ополаскиватель, который вам рекомендует ваш врач. В комплект входят 4 насадки, 2 идут стандартные, одна идет для брекетов, вот о чем я говорила, что очень полезно у кого брекеты, потому что их очень сложно чистить. И четвертое идет для тех, у кого чувствительные десны. Мало того, что режим можно выбрать здесь, да, от мягкого до сильного, и плюс еще специальная насадка для таких десен. Кстати, еще очень хорошо, вот у кого с деснами проблемы, у меня вот частенько бывают с деснами проблемы, они как-то ослабевают, как-то начинают себя там вести, болеть, кровоточить. Здесь очень хорошо, что здесь помимо очищения происходит еще массаж десен. То есть за счет вот этой вот микро такой циркуляции и всего происходит такой массаж, который, ну я не знаю, в каких условиях, кроме как ирригатора мы могли бы сделать. И очень хорошо укрепляет десны тем самым. В комплекте еще вот такая зарядка, на которой просто становится ирригатор, да, и просто мы его включаем, и он заряжается. И также отличная дорожная сумка, то есть можно легко взять с собой, все компактно, удобно, сумочка очень классная и практичная, я смотрю. Заливается все вот сюда. Теперь мы закрываем. Вот, как видите, начинает происходить микроциркуляция. На самом деле очень приятная процедура, и мне нравится. Ну, в общем, как дополнение к основному уходу за зубами, кто заботится о своих зубах и деснах, это реально очень крутая вещь. Когда закончили, просто мы открываем, выливаем, оно чуть-чуть подсушивается, и обратно складываем в чехольчик. Ссылку на этот ирригатор я оставлю под видео. Зайдете, посмотрите подробности, почитайте инструкцию. А мы с вами перейдем к воспитательнице, которая у моего ребенка. На самом деле было там много воспитательниц, ну, как бы, знаете, вообще очень важно, какой воспитатель у твоего ребенка. И я вообще безумно счастлива, что среди множества воспитателей нашелся именно тот, который прям греет мою душу. Каждый раз, когда отдаешь ребенка, ты понимаешь, что он в надежных, заботливых руках. Вот знаете, есть, вот есть до ребенка дело, воспитатели есть до ребенка дело, и не только до твоего. Я вижу, что у нее отношение такое ко всем детям. Нет, реально, я думаю, что в каждом садике, может быть, найдется такой человек. Знаете, это как и в жизни на самом деле. Вот есть люди просто открытые. Они открытые, они добрые, они излучают позитив и теплоту, и они хотят дарить это другим людям. К чему? К чему ходить с кислой миной, недовольной какой-то, да, и показывать всем свое недовольство, когда можно просто улыбаться? Мне кажется, она настолько тащится от своей работы, что даже если у нее плохое настроение, она увидит ребенка, она не сможет долго держать там лицо, которое, ну, что-то ее там, в общем, гложет. У нее могут быть свои какие-то проблемы у человека, да, заботы. Но мне кажется, она не то, что не покажет, у нее даже нет такого там, вот, как, знаете, наигранности. Или если вот есть такие люди, что им плохо внутри, они такие натягивают улыбку, да, такие, и держатся. Вот нет, мне кажется. Мне кажется, что ее проблемы намного меньше и важнее, чем дети, например. И она их видит, и вот она здесь и сейчас с ними взаимодействует. Вот, классное слово, она здесь и сейчас с детьми. О своих делах, мне кажется, совершенно не думают. Короче, я прихожу, вы знаете, были воспитательницы до этого, приходишь, захочешь ребенка, они как бы, ну, молчат. Ну, все хорошо, до свидания. Все. А здесь даже не спрашиваешь, как он ел, что он как. Я почему-то думала, что это вообще должно быть в садиках, да, что сами воспитательницы должны рассказывать, и не нужно там у них выпытывать все это. А здесь приходишь и, ой, хорошо ел, рассказывает какие-то нюансы о ребенке твоем. Ты понимаешь, что это именно нюансы твоего ребенка, что это не про всех, она так рассказывает, да. Да, вот он там кушает, например. Вы, говорит, его кормите, да, наверное, дома с ложечки? Я говорю, да нет, не кормим. Ну, вот одни из нюансов. Говорит, да, а то он говорит, вот иногда вот так вот ест, ест, а потом руки вот так опускает и такой вздыхает. Вот все руки опускает, типа покормили, чтобы его. Я говорю, ничего себе, актер, говорю, нет, у нас такого дома нет. Он сам все кушает, и маме некогда, она тут бегает. Она такая, ну, наверное, актерское мастерство. Очень нравится, что она знает свою работу. Я иногда спрашиваю, вот он дома, говорю, ну а горшок не ходит, представляете, вот вообще. А она такая, он и не будет ходить, потому что там то-то. А то я говорю, а вот здесь вот он вот так не реагирует, а он и не будет. То есть человек вот это как бы знает все, да. И при этом мне нравится, что она инициативная в том, что то есть она за то, чтобы ребенок развивался уже там, да, как-то уже ходил на горшок самостоятельно, там кушал самостоятельно, там от соски отказывался. То есть когда мы только пришли, она сразу говорит, ну как бы от соски мы не будем, посмотрим. Он прекрасно спал без соски у нас в садике, на горшок ходит со всеми, как бы, она замечает какие-то моменты, всегда делится с родителями. И я же не одна прихожу, да, со своим ребенком, я вижу, что другие родители тоже приводят, приводят или уводят детей, неважно. Она со всеми взаимодействует, с улыбкой, с радостью, и с такой открытостью. Короче, я просто хотела поделиться, что вот даже просто отводя ребенка каждый день в сад, она все время так необычно по-разному выходит. Он играет, играет с детьми, улыбается, открыто родителям. Вообще таких людей на самом деле очень мало. Люди обычно зажаты, что-то думают, что-то скрывают, что-то у них там происходит внутри, закрываются. И когда ты видишь реально такого расслабленного, улыбчивого, позитивного человека, как вот настроение у меня вообще. Я вот сейчас отвела пацана в сад, и просто хожу, и вот под впечатлением. Классно, я рада, что именно в таких руках находится мой ребенок. Я бы такую няню хотела, чтобы она с нами тут была постоянно. Вот. Ну, короче, очень круто. Я, в общем, хочу пожелать всем позитивных, открытых людей рядом, и особенно, если это воспитатели в детском саду, я вам желаю, чтобы хотя бы один воспитатель такой был. Потому что я удивлена, когда реально воспитатели такие, загруженные. Мне кажется, вообще работать с детьми не должен быть такой человек. И сегодня, кстати, отвела пацана впервые, и он не плакал. Он с улыбкой дал руку воспитателю своему, и пошел в сад. Вот такие дела. Вот так проходит вечерочек мамы. Забралась с садикой сразу кормить, купать, убирать. Параллельно еще стираю, параллельно еще дела свои делаю. И вот только, когда уже малого, уже все, и накормила, и скупала, и все. И вот он берет планшет. А, уже, кстати, через полчаса укладывать будем его. Я могу вот так сесть, взять камеру и поведать вам, как прошел день. Что-то сегодня ленивый такой день был. Но я, и, кстати, голова болела, но я все равно сняла видео, выпила лекарства. Сегодня, кстати, мы говорили с вами о... Сейчас потише сделала, а то еще... Миу-миу, мне твое заблокируют на ютубе. Как раз говорили о воспитательнице. Я сегодня пришла. Ну, она как бы, как обычно, да, все рассказывает. А я вижу, ну, устала, прям устала. Я говорю, вы, говорю, как себя чувствуете? Устали, наверное? Она такая, да. Не привыкла, говорит, я работать. Ну, так много, потому что она раньше была на замене, а сейчас она 5, ну, все 5 дней работает все с ними, с утра до вечера. Я говорю, ну, вы это, держитесь. Ну, я переживаю теперь, я хочу, чтобы эта воспитательница... Она говорит, я детей не брошу. Я сейчас за 2 дня отдохну и снова буду работать. Вот. Я говорю, ну, отдыхайте все. Пожелала ей. Такие люди должны отдыхать. И хочется, вот, чтобы они не напрягались. Ну, конечно, я представляю, с утра это... Они уже с 7 или с 6 на работе, наверное. Потому что дед такой, как бы, там с 8 работает, с 8 садик. Ну, а к 7, наверное, пол 8 они уже должны быть на работе. И вечером до 8. Представляете? И это с детьми. Это не сидишь ты спокойненько, там, параллельненько, чаек попил на работе, да? Это нон-стоп, блин, с детьми. Это не с одним. Я с одним тут, блин, нон-стоп, ничего не поделаешь. А то 12 детей. А бывает и старшая группа еще, и они как бы все взаимодействуют. Сегодня, говорит, ты спал хорошо и ел хорошо. Хвалит, да? Уже, говорит, сам трусики снимает, когда там писать хочет, что рефлексы, говорит, уже такие есть. С понедельника я уже наберу кучу трусиков, штаников, носочков запасных. И вот, и уже, ну, уже без памперсов будет она его одевать и смотреть, как и что. В общем, я довольна. Сейчас у нас два дня выходных будет впереди. Мы погуляем, с племянницей увидимся, если никуда не уедет наша родня, как она любит. Вот, татуаж у меня, видите, почти сошел уже. Простуды, кстати, девчонки, я не знаю, в каком-то видео я еще скажу, но и сейчас скажу. Мне очень понравилось действие карвалола на герпес. Офигеть! Реально он так прижигает, но я вот в день там раза, ну, раз пять прижигаю. И если вот даже трещинки какие-то есть, на самом деле он на спирту, походу, очень-очень сильно прям щипет. Прям сегодня я такая, вот трещинки, он уже подсох конкретно. И вот в трещинке, если попадает, то очень щипет сильно. Но я смотрю, результат налицо. То есть вот так вот прям даже и не видно, да? Ну вот они уже заживают, и татуаж уже почти сошел. Мне кажется, я коррекцию не буду делать, мне вот так все нравится прям. Но надо, чтобы полностью прям все сошло, чтобы посмотреть вообще результат какой. Что там под этой простудой вообще нормально у меня все там или как. А так я довольна, замечательно. Скоро к папе едем мы. В общем, завтра выходные. Буду вас брать с собой. Как мы вообще проведем эти выходные. Я думаю, надо куда-то нам сходить, погулять. Кстати, сегодня была температура утром у малого. Я его хотела уже не везти в садик. У него было 37 где-то, 37,1. Но у нас зубы еще режутся. Я подумала, что может быть это влияет там на зубы. Он начал утром капризничать. Я говорю, нет, пойдешь ты в садик. В итоге собрала его, отвела в садик. И все нормально. Ничего, у него температура и не поднималась. Никто ничего не говорил. И утром я вас прекрасно забрала. Так он играл и вел себя прекрасно. Так что температура, видите, это еще не беда. Вот. Такие вот дела. Вырабатываем иммунитет. Иммунитет сам справляется. Кстати, кто-то мне писал впечатление от садика, чтобы я рассказала. Я в восторге, девчонки. Каждый день, когда я отвожу малого в сад, занимаюсь своими делами, один раз в день, да я вспомню о том, что как классно садик. Не жалко никаких денег на самом деле на него. И вот даже я плачу 17 тысяч в месяц. У нас частный садик. Мне не жалко этих денег. Реально. Да и как-то я не знаю. Я уже вот раньше как-то от сердца отрывала. За квартиру, когда съемная, в Москве платила. Всегда так тяжело было. Все время так думаешь, блин. Сейчас как-то спокойно. И за квартиру, и за садик, и аренда офиса. Все нормально. В общем, работаем, трудимся, идем к нашим целям. Завтра увидимся. Деня, а ты вообще как-то общался с девочками? Ты вообще давно говорила же? Привет. Скажи, привет. Как дела? Жопа. Ну все, когда у него планшетик, он... Накупила ему, кстати, вещичек всяких. Но я это вам потом покажу в этом видео. Мишаня накупила там мальчик, кофточек, халатик один купила, который он носить ни в какую не хочет. Ладно, завтра увидимся. Доброе утро. Ну, начинается, Дэнни. Ну иди по здоровой сюда. Здорово со зрителями. Скажи всем привет. Доброе утро, крошки. Слушайте, так мне нравится корвалол действия. А знаете, какое оно? Что именно мне нравится? Когда просуду прижигаешь. Тем, что, допустим... Так, сейчас кто-то упадет там на фон. Что если, допустим, какими-то другими средствами пользуешься, ну, которыми я, например, там, мазь или еще что-то, то все равно как-то пузырьки вот эти вот, они... То ли они размягчают, то ли они засыхают, появляется там корочка конкретно. А от корвалола, ну вот лично у меня, две прям простуды на двух. Но нет корочки конкретно. Оно просто, знаете, усыхает и исчезает. Самое исчезает. И поэтому как бы явно особо прям не видно вот так вот. Ну, вот так вот, да, прям, не видно. Рука трусится с утра. Вот. И у меня вот здесь вот уже зажило прям уже вот. Прям вот чуть-чуть я чувствую такое уплотнение. А вот это вот чуть раньше, позже, то есть, вскочило. Зая. Зая. Я тебе как разрушила, сказала быстро. О, мальчик, привет! Кажи, привет всем! Покажи, покажи. Ну, ты такой улюбленный тебя. Мультики так смотри. Хлебушек поглощает, мальчик. Ой, у нас выходные. Что будем делать? Что будем делать на улице пасмурно? Не кайф. Вот как погода влияет на настроение. Сразу такое, сейчас выпью кофе. Будем думать, чем заняться, да? Ну, может быть, к сеструхе поедем. Мне, кстати, продолжают спрашивать, как я делаю свое кофе. Вот. Сейчас оно приготовится. Здесь одна ложечка кофе. А здесь я вот молока налила. И вот этой фикс-прайсовской штучкой вот так вот его взбалтываю. Чуть-чуть наверху держу ее, видите, вот здесь. Потому что пена в основном делается наверху. Вниз опускаю, и она, видите, никак. А вверх раз, и сразу тут пена образуется. Чей-то нос тут. Чей нос? Вот, и вот она уже поднялась, как видите, да, в два раза. Я пену, на самом деле, не очень люблю, когда много пены. Я ее выбрасываю потом. Да, делаю, чтобы выбросить. Вот так. Видите, поднялась? Сразу в мойку, сразу мыть. Так, вот и сделала. Ой, я забыла воду налить, господи. Кстати, я корваловом прижгла себе еще. Вот здесь у меня прыщик возникает, вот тут вот у меня уже заживает, вот тут что-то возникает. Не пойму, че к чему. Че к чему бы это? Так, а еще. Вот, допустим, я не очень люблю готовить. Мама сейчас у меня чуть простыла. И у меня есть, знаете, что у меня есть? У меня есть селедка под шубой, которую я в итальянском квартале заказала. Вот кусочек. И я ее с утра съем. Вот кофе приготовила все же. И я просто наливаю сюда вот так вот кофеешку. Вот пена поднимается, еще чуть больше поднимается. Вот верхнюю пену я убираю. Вот как раз у меня здесь сколько нужно кофе. Вот так получается. Но если более аккуратно делать, то будет разделено на три. Но она сейчас отстоится и будет здесь чуть светлее, здесь темнее, здесь мелочек. Слушайте, как жутко в последнее время. Вот у меня вообще никогда не болела голова. Я за свою жизнь, не знаю, это было очень редко. Вот после, даже не после, нет, не после родов. Вот перед родами однажды у меня очень сильно заболела голова, когда я приехала с поездки. За рулем ездила, не знаю, в общей сложности где-то полторы тысячи километров. Вот. И приехала, у меня разболелась голова. У меня была такая жуткая мигрень, какой никогда не было. Я не могла ни с кем разговаривать, лежала просто. Выключен звук везде. Вот отключен телефон. Закрыты занавески. Я не хотела есть. Это было жутко однажды. Я поняла, что такое мигрень. После этого такого сильного у меня не было, но у меня частенько вот побаливает голова. Да и при простуде у меня не болела голова. Но я сейчас колдрекс буду пить. Он как бы не сильный такой, потому что не месил, мне кажется, он такой более сильный. А колдрекс более легкий. Вчера вроде помог. Вообще такой уникальный, когда голова болит. Девочки, у кого это постоянно, я вообще не представляю. Очень тяжело. Ничего делать не хочется. Прям вся концентрация тут. Я тебя-тебя снимаю. Что ты балуешься? Закрыл? Молодец, да? Вот так все. Под победный круг. Вокруг своей оси. День, закрутится голова сейчас. Кстати, он раньше так вот крутился, я ему не разрешала. А после того, как мне брат сказал, что на боксе они крутятся, типа для того, чтобы, ну, когда если вдруг ударят там или еще что-то, ну, это как я поняла, передаю уже свои слова, чтобы они, ну, похожие ощущения, когда закружилась голова, чтобы они умели оставаться, в общем, на ногах, не упали. Я думаю, ну, ладно, пусть крутится тогда. Он говорит, вот в боксе, типа, вот хорошо будет. Ну, ладно. День, ну все, долгое, многое не крутись. Ты пока только начал, на путь этот стал, ты пока только стал на этот путь, многое не крутись. Потом будем по нарастающей, пока вот чуть-чуть. Кружится голова, да? Кружится. У нас, как всегда, бардак. Но это еще я прибрала, блин. Вышли. Так люблю, когда у меня вот такое что-то на голове. Оно не получается никогда специально. Это случайно. Время сделала эту прическу. А у меня на самом деле в голове песня. Я же все понимаю. Можно я покажу этого мальчика, который вот нервничает? Че ты нервничаешь? Подрастешь и будешь снимать. Все. Я же все понимаю, но в душе. Сейчас. Я же все, но я же все понимаю. Сердце верит тебе, но в душе началась война. Вот гуляем. Деньки прищемила губу змейкой. Расстроился, расплакался. На ручке попросился. С рук чувствую, будет не слазить. Пришлось взять коляску. Еще думала на улице холодно, но почему-то, взяла теплую шапку, но почему-то на улице еще не холодно. И все без шапок. Накинула ему капюшончик. Договорились завтра пойти в торговый центр «Горизонт» с братом, с сестрой. С братом, с его женой и с Деньгиной сестрой. Я хочу Деньку с собой взять. Все-таки в воскресенье. Один денечко вот так вместе. Ну, два денечка вместе. Один день мы дома просидели, никуда не ходили. А вот второй день хочется его вывезти куда-то, чтобы он поиграл. С дедками на мир посмотрел. А то еще садик-дом, садик-дом. Как работа, да? Так что, завтра увидимся в торговом центре. Если что-то будет сегодня еще вам поведать интересненько, обязательно включусь. Привет, мои хорошие. Доброе утро. Мы проснулись. Дэнни устроил бардак с самого утра. А его показывают, смотрите. Вот так я это сделаю, да? Вот так. Вот так я машину прям переворачиваю, да? А вот. Я сильный. Вот так вот мы играем. Он там перевернул вообще все игрушки. Ему нравится сейчас всю коробку. Недоволен, что я его не показываю. Вот болтать будешь уже как следует. Все, будем снимать влоги. А пока вот играй сам. На улице, девчонки, такой туман невероятный вообще. Я сейчас уже в инстаграм показывала, но я в шоке. Я такого не видела. Не буду выходить, там холодно, смотрите. Вообще ничего не видно. Ну, в плане туман вообще не видно. То есть, ну, соседнего дома не видно. Вот он еле-еле виден. И все. А то, что там за домами не видно, я вообще не представляю, как это будет. На улице нужно же за руль садиться. Мы же собрались в торговый центр ехать. Сейчас уже без десяти денег. Мы сейчас созвонимся с моим братом. День. Так, я не поняла, и что это будет вот так продолжаться? Я не могу снимать видео? Я с девочками ничего не могу болтать, что ли? У меня продолжает болеть голова уже третий день. Я решила отказаться от кофе пока. В общем, проснулись. Все, что хотела вам показать и сказать, сказала. Теперь ждем, пока приедут мои. Все, уже за печеньками полезу. День, кто к нам в гости приехал? Ты что толкаешься, а? Ну-ка не толкаться. Сестру только обнимать и целовать можно. Она его уже боится. День, ты такой маленький, а вот пришло семейство ко мне. Привет. Деня, ты с ума сходишь? Чего гостей пугаешь, не придут к нам больше? Настюха, ты чего прячешься, дочь? А, ну, чего прячешься? Пугает. Чего тебя пугает? А ты его резко поцелуй? Пусть знает. Обними, братья, понимаешь? У меня сходишь. Иди обними сестричку, обнимай. Дурындел. Дурындел. Сейчас гулять пойдем. Ну что, мы приехали в торговый центр «Горизонт». И вот все спрашивают, Виталь, ты запомнил, что у тебя за телефон-то крутой? Модель. Хуловый P20, как называется. П20. П20, те, кто спрашивали. Хуловый P20. Прикольно, нравится все? Да, работают. Не глючит, да? Нет. Все хорошо. Пока не глючит. Хорошо. Я тоже мечтаю себя о телефоне, но я в Европе так потратилась, что пока он меня не светит. И камеру нового хочу. А вот Денька. Где, где, скажи, моя сестра? О, она, она. Ты пойдешь пешком? Слазить будешь? Да, давай. Мы не будем. Сойдем. Перебирать дорогу. Смотри, обнимашки тянутся. Ты пойдешь? На лестнице. Только на ручки не просись. Скажи, сам пока что. Давай. Клади туда. Вот. Так, День, только давай это по ровной. На ровную. Утюха, Настя. Смотри, пожалуйста. Семейство. Надо девочку вторую нам тоже. Ну, в принципе, пацан будет классно. Два пацана, два защитника моих. Так, все, идем туда. Денечка, давай, поворачивай. Да, котенок вот так. Стоять. Давай. Все, пошли. Так, семейство выбирает куртку. Малышня бегает. У нас вот так проходит все это дело. Что, выбрали? Еще один вариант. Настя, подойди ко мне. Давай. Так, а ну-ка не пихаться. По жопе дам. Деня. Сейчас кто-то получит по жопке. По маленькой. Помоги. Помоги сестре выбрать куртку. Актерище. Так, здесь нельзя ложиться на пол. День. Актерище, блин. Ку-ку. Спрятались. Видите, как классно, да, сидеть, пацану? Съел прижух. Вот к папке поедем, будет тебя так катать. Главное, сидит и не жужжит вообще, да? Мне сказала Натали, жена Виталика, что от какао может перестать болеть голова. И любимый звонит сразу. Зай, я тут и снимаю видео, и тут с ребятами, и покупаю какао одновременно. Ну что, будем проверять этот момент, что от кофе. А сейчас мы спросим, кстати, у нее, кто ей такое сказал. Натали, а кто-то сказал, что может перестать болеть голова? Это, знаете, по утрам есть программа, на Золотом Демалышевые. И они рассказывали про свойства куртку. И вот одно из свойств, это убирать головную кожу. Мы проверим. Поэтому можно будет проверить. Можно суповат туда-туда. Что такое там утро с малышевым шутком? В общем, мы проверим. Какао вкусное, я надеюсь, голова моя пройдет. Как хорошо, когда мужчина на руках тащит ребенка. А то все я, я. Дэнь, как тебе там? Высоко сидишь, далеко глядишь, да? Да? Упал? Ты что, упал, свалился? Да, мам, поцелуй. Мама-то тебя любит вообще. Тебя все время поцелуют. Позреет. Мама. Иди на ручки сразу. Какао от головной боли не помогает. Надо что-то более существенное. Ой, а где, господи? У меня на коляске с деньгами рюкзак. Поэтому я за коляску переживаю. Я все время где-то ее вставлю. Дэнь! Ты что делаешь? Что ты делал только что? Покажи. Смаркивался. Чистую одежду. Нет, он еще не умеет смаркаться, так что все чисто. Почему? Да, да. Ну и хорошо сопление. Да то даже и так мог бы и спать. Кстати, благодаря ребятам узнала, что в резерве есть здесь детская одежда. Что случилось? Толкает. Толкает? Деня, ты почему толкаешь Настю? День, поцелуй Настю. Почему толкаешься? Поцелуй. Все, сейчас пойдем кушать, зайка. Вкусняшки всякие возьмем. Моточки, моточки. Ой, какая кофточка классная. День, что там по цене? Ценник нормальный? Смотри. Это не твой размер. 98. Маленький покупатель. Я не взял за ручку Настю. Ой, я впервые это вижу. Так трогается. Я готова за ними следить. Ой, те мои сладкие. Мои хорошие. Я не могу. Это так мило. Деня, ты выбрал себе минимум, что ты будешь кушать? Ты выбрал? Что ты будешь кушать? Что мы заказали? Давай покажем. Мы заказали вот такие штучки. 107 рублей. У меня тоже такие штучки. И у тебя такие будут. И еще мы заказали тефтельки, да? Покажем давай. Вот такие. Надеюсь, ты все это будешь кушать. Ты будешь кушать? Мальчик. Зайчик. Вообще он очень хорошо кушает. А ты будешь маммозом? А че я? Давай ты. Ты пойми, мальчик. Я тебе что, кромик, который... Нет. Боялась ты? Уже? Нет. Бывает. Давай тут такой сыпь. Нет? Много сыра. Ну, а ты сам кушай, правильно. Молодец. Все, тогда выброси жир. Набирай ложечку. Тут ничего нету. Набирай нормальную ложку, как ты умеешь. Вот. И в ротик. Во. Ты все поела? Все поела? Вкусно? Наелась? Да. Я уже сказала, что какао не помогает. В итоге мне надоело терпеть. Уже сколько? Два часа дня? Я вот это все утра терплю эту боль. Не месил. Сейчас все наладится, я уверена. Не, вы это видели, девочки? Это просто, это залипалово огромное. Огромное. Да ладно, у нас в экспрессовские с вами блокноты. Вот. Темка вообще. Давайте напишем наш лого. В общем, вот что получилось. Сейчас, ребят, попрошу сфоткать меня на этом поле. Вот мы выбираем, да? Вот такие красивые. Вот эти хочешь? Тебе больше эти нравятся? Да. Вот эти мне нравятся. Мне вот эти тоже нравятся. Они такие яркие, красивые. На лесли, на лесли хороши. Нормально? Есть еще немного. А Деньке все купили, что надо. У нас романтика. Мама скажет, сложила меня в три погибли. Убегает все время. Мой сладкий утомился мальчик. Уснул в машине. Я его раздела так чуть-чуть. Спит сладкий. А, это я утром майку... Думала, что у меня заиграл. Но вот будет. Я просто, когда не выспалась, у меня постоянно то вода разорвется из чайника, то я на себя зубную пасту опрокину. Ну, всегда что-нибудь рассыплю смесь малого. Короче, я очень рассеянная. Утром мне лучше ничего не делать. Стабильно я проливаю воду, когда наливаю и не готовить. И вот эта паста у меня. Застирала сейчас на себе прям. Спасибо. Любовь моя. А ты будешь кушать? Чё ты мне по одной макаронинки дай? Ну, давай, давай, всё даём. Только что-то мало ты даёшь. Давай больше. О, две уже. Спасибо. Всё. Чисто, да? Чисто. Спасибо. Спасибо. Что это хочешь? Я тебя даю. Ну что, гости наши ушли. Дети накричались, навизжались. Я не знаю, Денька хоть и проснулся даже в 6 часов вечера, но сейчас в 9. Я его вот купаю, сейчас накормлю. И надеюсь, что он быстро ряжет спать, потому что у меня много дел, всяких разных. Завтра в садик, как говорится, рабочий день. Денька читает книжку. Давай, показывай, как ты читаешь. Ой, что-то книжечка там, да? Жемчужина морская. Морская жемчужина там. И всякие разные звездочка. Морские всякие обитатели. Осьминожек. Всё, красиво? Всё? Иди в зеркало, смотри. Давай причешемся красиво вообще, чтобы быть окончательно. Бабушка нам оставила расчесочку красивую. Ой, что за чудо-мальчик? Посмотри, какой красивый. Ой, какой красивый, да? Всё, мы к садику готовы, да? Да, к садику готов, скажи. Скажи, я к садику готов. Да. Вот так. Красопедник. Доброе утро, мои девочки. Отвела малыша в сад. Сегодня прям вообще не капризничала. Прям такой молодец. Прям даже намёка не было. Обычно он там, ну, были такие перед этим такие. И он такой идёт, такой. Что-то уже строит лицо. Я говорю, чего ты? В садик идём. Там любимая воспитательница, детки. Ну, ночная его там. А сегодня вообще прям даже вообще не грамульки. Даже личико я ни разу не скривила. Нет, я прям сидела, пока его переодевала. Там кто-то ходил, он так смотрит. Да всё, воспитательница вышла, такая, привет. А он такой задумчивый, говорит, такой задумчивый. Не проснулся, наверное, ещё. Я говорю, да мы в 7 утра уже на ногах. Вот. Вчера уснула я опять вместе с ним. Я не знаю, что это. Это просто вот меня вырубает. Это вообще ненормально. Я планировала смонтировать видео. Сейчас я его буду монтировать. Утром выложу им не в 8, не в 9, как обычно. А чуть попозже вот этот влог смонтирую. Вот. И хотела сказать, вчера мы вообще так отлично время провели. Я именно так вообще и хотела с Денькой давно провести время. Зашли опять в H&M. Я набрала кучу бодиков. Опять там 3. 3. 2. 2 или 3 плюс? А, 3 равно 2. Типа ты выбираешь 3, а платишь 2. И вот эти бодики как раз под эту распродажу подходят. Я взяла ему с длинным рукавом. Машинки вот такие. Синенький. А он тоненький, как бы с длинным рукавом тоже нормально в садике. Вот такие ежики. С другой стороны зелененький, однотонный. И взяла еще вот такой вот. Решила с длинными рукавами брать, потому что в основном мы почему-то носим с длинными. Вот эти штучки очень нравятся нашей воспитательнице. И мне нравятся. Ну, ей потому что они гуляют все время. Хотя я тоже уже заметила. Я всегда на улицу одеваю ему бодик. Потому что постоянно заправлять вот эти футболки, честно говоря, неудобно. Она как бы и сказала вообще изначально. Говорит, вот возьмите эти бодики. Потому что, говорит, я заправляю, а у него все равно он там присядет и опять вываливается вся футболка. Ну, я взяла. Взяла еще двое штаников. Очень сложно найти, девчонки. Просто тоненькие. Вот из такого же материала, как бодик, вот такие штаники. Чтобы именно по дому ходить. Там вот такое. По помещению. Прям вот я говорю, на вес золота. Я так и не нашла именно то, что я хотела. Взяла такое что-то подобие, чтобы оно не было теплое. Вчера вообще набесились вечером малые. Просто крик стоял жуткий. Бардак. Все, тут они ударились несколько раз и плакали. И потом смеялись, снова плакали, смеялись. Короче, я вымоталась, видимо, за это время. Я его укладываю спать и просто... А так хотела еще стендап посмотреть. Только начался как раз в это время. Блин, забыла спросить. У нас в садике можно брать отпуска какие-то. То есть, когда идет перерасчет. Там несколько раз в год можно брать отпуск. Ты заранее говоришь, что там тебя не будет неделю или две. То есть, с малышом можно куда-то поехать. У нас оплачивается все время садик. Вот мы платим за него стабильно. И ходим мы или не ходим, как бы перерасчета нет. Единственное, что если он там болеет долго, там может быть две недели, да, три недели нет. Может быть, тебя не сделают перерасчет. Ну, как-то так мы разговаривали с директрисой. А вообще, если вот недельку его там не было, болел, перерасчет не делают. Вот. А мы собираемся уехать на следующей неделе. На неделю. Недели у нас не будет. Надо спросить. Все, сейчас поеду в магазин, делать дела, фотографироваться там. Вам смонтирую этот влог. И все, буду в Инстаграме. Заходите в Инстаграм. Здесь оставлю ссылку. Кого еще там нет. Да, в Инстаграме буду более онлайн выкладывать какие-нибудь фоточки, сторис. Все, целую вас, люблю. Я еще не проснулась. Кофе не пью, потому что башка начинает болеть. Поэтому я с чаем сейчас просыпаюсь и такая немного непонятная какая-то. Ладно, буду приходить в себя потихоньку. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok